О том, как получить жилье молодой семье, нужно ли для этого подтверждать работоспособность о социальных выплатах молодым семьям, жилье для ветеранов и вынужденных переселенцев, сегодня в прямом эфире говорим с начальником отдела реализации социальных гарантий Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края Викторией Кусакиной. Виктория Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас в прямом эфире. Итак, прежде всего расскажите, пожалуйста, нам, вот какими категориями граждан занимается Министерство строительства и архитектуры в плане обеспечения их жильем? Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края является уполномоченным органом исполнительной власти по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, ставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года, молодые семьи, граждане в установленном порядке признаны вынужденными переселенцами, граждане подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской атомной электростанции, а также выехавшие из районов Крайнего Севера. Скажите, вот кто может стать участником программы, которая называется сейчас, процитирую, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Кто эти люди? Ну, если мы говорим о программе «Молодая семья», то это семья, в которой имеются дети, и один из супругов, он может быть как гражданином Российской Федерации, так и негражданином Российской Федерации, либо это неполная молодая семья, в которой только один из родителей гражданин Российской Федерации и имеется один или более детей. Имеются критерии для таких семей, это возраст не должен превышать 35 лет у обоих из супругов, это признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также подтверждение платежеспособности семьи. Вот это вот основные критерии. Скажите, вот какие документы, какой пакет документов необходимо собрать, чтобы стать участником программы «Молодая семья»? Для того, чтобы стать участником программы «Молодая семья», в первую очередь необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту постоянной регистрации, предоставить туда заявление о признании их участниками программы, предоставить, конечно, удостоверение личности, то есть паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, если это полная семья, и документ, подтверждающий вот критерий, который мы только что назвали, это признание семьи нуждающейся, и документ о признании семьи платежеспособной. Вот куда с этими документами вообще необходимо обратиться молодой семье, чтобы признали тебя нуждающимся в жилье? Семье необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту постоянной регистрации. Перечень документов семья может увидеть в административных регламентах, поскольку это является услугой муниципальной. Документы могут подать заявление и документы, прилагаемые к ним, как лично обратившись в администрацию, почтовым отправлением, либо через многофункциональные центры. Также следует, хотелось бы отметить, что некоторые муниципальные образования на сегодняшний день сделали шаг вперед, и уже эту услугу предоставляют через полтал государственных услуг. То есть семьи могут подать заявление через госуслуги и при наличии права быть признаны нуждающимся в улучшении жилищных услуг. Хочется немного заострить внимание. То, о чем вы немного выше сказали, это подтверждение платежеспособности семьи. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это значит. Ты должен зарабатывать определенную сумму для того, чтобы гасить? Здесь вопрос в том, что семья, у которой нет детей, она получает социальную выплату в размере 30%. Семья, у которой есть один и более детей, получает социальную выплату в размере 35% от расчетной стоимости жилья. Остальные средства, вот этих отстаток 70%, 65% соответственно, молодая семья должна подтвердить, что у семьи есть эти денежные средства. Это могут быть личные средства, сбережения какие-то. Это может быть материнский капитал. И в том числе, конечно, это подтверждение возможности взять ипотеку на приобретение жилья. То есть эти документы подтверждают, что семья обладает этими средствами и может их потратить для приобретения жилья. В этом случае семья признается платежеспособной и может претендовать на участие в программе. На участие в программе, да? Ну, то есть там какой-то определенной суммы или от какой-то определенной суммы не отталкивается программа или все-таки там есть? Отталкивается, конечно. То есть расчетная стоимость жилья, она исходит из того, какое количество у нас членов семьи, и от стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию, где семья состоит на учете, где она будет включаться, участники программы. То есть, ну вот, на примере, если это семья 3 человека, то в среднем у нас квадратный метр 18 квадратных метров, да? То есть семья должна быть обеспечена 54 квадратных метра. При средней стоимости, ну, 32 с половиной тысячи квадратный метр, да? То есть мы 54 умножаем на 32, получаем порядка миллион 700, наверное, да? Да, вот из этих миллион 700, получается, 35% дает у государства в виде социальной выплаты, а остальная сумма должна быть подтверждена семьей. То есть все очень просто. Скажите, от чего зависит размер социальной выплаты молодой семьи? Ну вот, как раз таки и зависит от того, в каком муниципалитете проживает, потому что каждое муниципальное образование утверждает свой квадратный метр. А стоимость квадратного метра также у органов местного самоправления должна быть на сайте размещена. И в любом случае это, ну, общедоступный документ, с которым может ознакомиться семья. Какое жилье могут приобретать молодые семьи, ну, при учете использования средств вот этой социальной выплаты, о которой мы с вами говорили? Жилье может приобретаться как на первичном, так и на вторичном рынке. Ну, общие требования это то, что жилье приобретается на территории Ставропольского края. Конечно, жилье должно приобретаться с условием того, что должна быть обеспеченность нуждаемости каждого члена семьи, то есть по тому муниципалитету, где они проживают. Если мы говорим, а еще одно общее требование, это запрет на приобретение у близких родственников жилья. То есть программа это четко обозначает. Если мы говорим про первичное жилье, то обязательно участие, в долевом участии, счетами и скроу, либо должен быть предусмотрен компенсационный фонд. То есть это все предусмотрено для защиты средств непосредственно молодой семьи. Спасибо. Ну, вот Виктория Геннадьевна, где можно ознакомиться со списками молодых семей, которые стали участниками программы, или, допустим, ты хочешь узнать, стал ли ты участником программы, вошел ли ты в нее? Это где-то на сайте. Да, участник программы может ознакомиться со списком на сайтах органов местного самоправления, по месту постоянной регистрации. Органы местного самоправления опубликовывают это и ежегодно передают сведения в Минстрой. Сводный список уже по всему Ставропольскому краю сводит Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края. И мы на своем сайте ежегодно этот список обновляем. То есть на следующий год, получается. Вот список получателей на текущий год, он не публикуется, не предусмотрено это законодательством. Но семья может в любом случае узнать эту информацию в органе местного самоправления по месту постоянной регистрации, при соответствующем, получается, запросе. Здесь много, конечно, вопросов всегда возникает. А как долго семьи будут находиться в очереди? Потому что каждый хочет себя увидеть в списке получателей, соответственно. Здесь зависит, конечно, от финансирования. От федерального, краевого и местного финансирования. То есть в зависимости от того, какое финансирование, такое количество семей у нас будет в списках получателей. Но то же самое про социальные выплаты есть, также списки представленные. Ну, про социальные выплаты, то есть это списки получателей. Вот они не публикуются. То есть они формируются по итогам, когда уже сформирован бюджет, на основании тех средств, которые будут доведены, будет формироваться список получателей. Поэтому он не публикуется, не предусмотрено законодательством. Ну, хочется узнать, что вот насчет документа, который подтверждает право молодой семьи на получение соцвыплаты. Это должен быть какой-то один документ или это вот пакет документов? Нет, это именное свидетельство федерального образца, которое выдается молодой семье. Это не ценная бумага, но бумага, которая подтверждает именно право семьи на получение социальной выплаты. Выдается оно органам местного самоуправления, которые, соответственно, получают его от нас, от Министерства строительства и ритуры Ставропольского края. Срок действия свидетельства 7 месяцев. Но в связи с сегодняшней обстановкой законодательно предусмотрено, что те свидетельства, которые были выданы в период с февраля по апрель, эти свидетельства продлеваются сроком на 9 месяцев. То есть это вот тоже важно, чтобы семьи знали. Ну да, тут следующий вопрос очень важен для тех, у кого было пополнение. Пересчитывается ли размер соцвыплаты, если в семье родился ребенок после получения свидетельства о праве на получение соцвыплаты? Так сложная формулировка. Расшифруйте, как это выглядит вообще для семьи. Конечно, конечно. То есть в семье в период с момента включения в список получателей и до срока окончания действия свидетельства, при рождении ребенка, либо усыновлении ребенка, семья, конечно, имеет право на получение дополнительной выплаты. Эта выплата, она предоставляется за счет средств краевого бюджета и составляет 5% от той расчетной стоимости, что мы говорили, на момент включения их в список. То есть да, это требование обязательное, федеральное. И вот когда мы участвуем с заявкой в Министерство строительства Российской Федерации, подаем эту заявку, это обязательно, чтобы мы сильным помогали еще и 5%. Ну, отлично. Расскажите, пожалуйста, о реализации в текущем году мероприятий по обеспечению жильем как раз-таки молодых семей. Что предпринимается для этого? Ну, в этом году у нас по программе «Молодая семья» выделено 969,4 миллиона рублей. Сумма, конечно, хорошая. 58 миллионов – это федеральный бюджет, а остальное – все краевой бюджет. Здесь у нас социальные выплаты позволят предоставить 1375 молодым семьям, из которых 206 – это семьи многодетные. В целом, конечно, на сегодняшний день уже тысяча семей, ну, порядка тысячи семей приобрели свое жилье. Это 73% от количества выданных всего свидетельств и извещений в этом году. Хотелось бы вот отметить, что с 2018 по 2020 год у нас финансирование было 2,2 миллиарда рублей. И более трех тысяч семей молодых получили эти выплаты и смогли улучшить свои жилищные условия, из которых вот 506 – это многодетные семьи. Ну, хочется немножечко, конечно, уйти в другой вопрос, но не менее важный. Это жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Вот расскажите, пожалуйста, получают жилье вот и в этом году, и в предыдущем все ветераны Великой Отечественной войны? Как у нас вообще с этим дело обстоит? Здесь нужно отметить о том, что критерии нуждаемости присутствуют, ну, наверное, во всех категориях обозначенных. И здесь то же самое. То есть ветераны Великой Отечественной войны должны быть признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для чего им необходимо обратиться вот в орган местного самоуправления для признания нуждающегося в улучшении жилищных условий. И тогда, конечно, да, предоставляется субсидия за счет средств федерального бюджета на приобретение жилья. То есть ему необходимо встать в очередь, правильно? Да. Насколько эта очередь сейчас длинная при учете возрастного, ну, естественно, возрастной порог, потому что ветераны наши не молодеют, их становится все меньше, и смогут ли они успеть получить новое жилье, пожить в нем? Ну, вот на сегодняшний день у нас получается, что мы получили вот в октябре финансирование, то есть это люди, которые стали в 2020 году, то есть те, кто вот раньше таких людей. У людей нет. Ну, то есть раньше могло не быть жилищных проблем, сейчас они возникли, да? Да, то есть ежемесячно эта очередь может увеличиваться, люди как бы обращаются. Ну, Российская Федерация вот в данный момент, вот в октябре, пришли дополнительное финансирование, и вот все, которые у нас стоят в очереди, уже получили уведомления ветераны Великой Отечественной войны, и будут обеспечены в этом году жильем. То есть закроем весь список, да? Весь хвост очереди, получается? Ну, у нас еще до конца года ноябрь и декабрь, и есть возможность, конечно, постановки новых людей, поэтому, ну, те, которые на сегодняшний день стоят, да, закроем. Они все получат, да? Ну, отлично. Скажите еще раз, вот это по месту жительства можно, да, обратиться, или, может быть, где-то на сайте можно заявку оставить, чтобы не выходить из дома? Ну, вот тут опять-таки тот же порядок по признанию нуждаемости. То есть это можно подать либо через МФЦ, госуслуги, либо лично, либо почтовым управлением о признании гражданина нуждающимся. Конечно, это могут сделать и по доверенности в дети, внуки, да, конечно, это предусмотрено. Это все возможно? Да, конечно, конечно, это все возможно. То есть должна быть нотариально доверенная, доверенность нотариально заверена, да? О представлении интересов, конечно, да. И обращаться в орган местного самоуправления по месту постоянной регистрации именно ветерана. Ну, давайте, конечно, вот тут тонкий вопрос, обсудим его, имеет ли право вдова ветерана Великой Отечественной войны на жилье, да? И кто признает ее, какой орган, нуждающийся в жилье? Ну, порядок тот же самый. Да, действительно, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны также они приравнены, они имеют право на обеспечение. Порядок нуждаемости тот же самый, и признание нуждаемости обязательно необходимо. Также необходимо обратиться в орган местного самоуправления уже по месту постоянной регистрации вдовы ветерана Великой Отечественной войны для признания нуждающейся. И включение ее в число участников, постановка в очередь. И тогда, конечно, точно так же происходит обеспечение. Ну, вот на сегодняшний день у нас, получается, не обеспечены два участника, которые подбирают жилье, а остальные у нас вдовы Великой Отечественной войны. Я поняла. Скажите, ну, здесь насчет субсидий. Да, вот как предоставляется субсидия сейчас ветеранам Великой Отечественной войны, но тут мы возьмем вкупе, да, и ветеранов боевых действий, и инвалидов, и семьям, которые воспитывают детей инвалидов. Да, здесь у нас порядок один и тот же, поскольку постановлением правительства Ставропольского края предусмотрен данный порядок. Здесь субсидия предоставляется на основании договора, либо купли-продажи, либо договора долевого участия. Договор является трехсторонним, и Министерство строительства и архитектуры выступает как плательщик данной субсидии. И субсидия тут следует отметить, что она предоставляется непосредственно либо продавцу, либо застройщику, после того, как осуществлен переход права собственности непосредственно к ветерану, ветерану боевых действий, либо вот категории инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, чтобы был четкий переход права. Виктория Геннадьевна, ну вот кто может быть участником программы по обеспечению ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, которые воспитывают детей инвалидов? Это какой-то тоже возрастной ценз или какие критерии? Да, вот здесь вот министерство, у нас вот полномочия именно для тех ветеранов боевых действий, инвалидов и семьи, имеющих детей инвалидов, те, которые стали на учет нуждающихся до 1 января 2005 года. Это вот полномочия Министерства строительства и архитектуры. Других никаких, ну понятно, что нуждаемость и других требований нет, здесь уже нет. Да, то есть возрастного какого-то ценза, конечно, здесь нет. Ну, вы в начале программы сказали по поводу чернобыльцев, да, ну вот хочется еще захватить и вынужденных переселенцев, ну в том числе тех, кто выехал с Крайнего Севера в текущем году, 2020. Скажите, вот как дела обстоят с их обеспечением там жильем, помощью? Ну вот у нас в 2020 году на вынужденных переселенцев предусмотрен федеральный бюджет 76,8 миллионов рублей. Это позволит предоставить государственные жилищные сертификаты 39 семьям. Эти семьи уже в полном объеме получили свои сертификаты и уже, скорее всего, уже все и приобрели. Если мы говорим о категории чернобыльцев, то тут 31,4 миллиона рублей. Предоставлены государственные жилищные сертификаты будут 15 семьям, 10 семьям предоставлены, 5 это четвертый квартал. То есть мы вот как раз получили приказы о возможности выдачи таких сертификатов и полностью сейчас направлены вот эти деятельности. По Крайнему Северу здесь 2,2 миллиона рублей, сертификат возможно выдать и выдан уже только одной семье. Надеемся, что финансирование для этой категории будет из федерального бюджета в следующем году побольше. А большая очередь переселенцев? По переселению не Чернобыль уже как чуть больше очередь, а по Крайнему Северу всего 24 человека. Ну финансирование... То есть не так много, но пока нет возможности, да? Да, здесь только федеральный бюджет и вот будем надеяться, что вынужденных переселенцев они закончатся в следующем году, да. Но будем надеяться, что обеспечим всех, люди наконец-то получат свои сертификаты и будет обращено внимание на Крайний Север. Расскажите, пожалуйста, вот что необходимо иметь, какие документы или какие-то условия, чтобы тебя поставили на учет? То есть вот для вынужденных переселенцев это необходимо, ну нуждаемость, повторяюсь, это для всех категорий абсолютно. А вот вынужденные переселенцы, это должно быть обязательно подтвержденный статус, статус вынужденного переселенца. Этот статус люди могут получить в управлении по вопросам миграции, то есть туда обращаться, и ежегодно он этот статус продлевается, что тоже немаловажно. Поэтому без этого статуса сертификат выдать не представится. Ну то есть прежде всего получать статус, а потом уже обращаться к вам, чтобы встать на учет в очередь, да. Скажите, вот какое жилье могут приобретать участники ведомственной программы? Что это за жилье? Здесь, значит, жилье приобретается на территории Ставропольского края. Для участников, вот здесь возможно приобретение и одного, и двух жилых помещений, но обязательно условие, конечно, соблюдение это, чтобы ушла нуждаемость у людей, то есть не меньше учетной нормы. Здесь также следует отметить, что и первичный, и вторичный рынок, первичный рынок, конечно, у нас считает скроу. То есть сейчас вот полностью вот такие категории граждан, они вот застрахованы таким путем законодательства. И, конечно, приобретается все в собственность в обязательном порядке, ну так требований больше. Скажите, вот куда необходимо обратиться, в какие органы? По месту жительства или, ну где можно понять, чтобы тебя поставили на учет, вот если ты выехал из районов Крайнего Севера? Вот то, о чем вы говорите, 24 человека, они стоят в очереди, если кто-то еще, допустим, к нам приедет. Да, вот в данном случае необходимо обратиться непосредственно в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, то есть образец заявления, перечень документов, он полностью освещен у нас на сайте, на нашем. Приходите непосредственно в Министерство, вводите К10-1. Я думаю, что, может быть, потом дадим номер телефона. Вы можете его сразу озвучить. Да, 28-30-25, это номер телефона нашего отдела, который полностью граждан готов проконсультировать по всем вопросам, которые мы сегодня обсуждаем, по перечень документов. Мало ли, вдруг какой-то вопрос по приобретению жилья вдруг возникнет, лучше, конечно, позвонить, спросить. То есть есть такая возможность, онлайн, бесплатные консультации, чтобы человек понял, сколько ему нужно собирать документов, какие это документы, какое жилье он может приобрести, первичная вторичка. Да, в пределах полномочий Министерства, конечно, граждане будут проконсультированы, а по полномочиям, например, органов местного самоправления будет предоставлен адрес, номер телефона и к какому сотруднику обратиться, для того, чтобы граждане могли уже на местах тоже знать, к кому обращаться. Ну вот, еще такой вопрос немаловажный остался. Как определяется состав семьи вынужденных переселенцев и чернобыльцев? То есть, вот здесь нужно понять градацию. Да, здесь вот такой вопрос интересный. Членами семьи признаются все совместно проживающие, супруг, супруги, дети, родители. И члены семьи, они признаются не только для того, чтобы выдать государственный жилищный сертификат, но и для того, чтобы признать нуждающимся данного льготника. И поэтому все совместно проживающие граждане, они учитываются вне зависимости от желания самого льготника. Поскольку жилье считается по жилищному кодексу, все точно так же, кто совместно проживает, все жилье считается. Виктория Геннадьевна, ну давайте немного по цифрам пробежимся по поводу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, конечно. Конечно. Финансирование 2020 года для ветеранов Великой Отечественной войны в целом составляет 38 миллионов рублей. То есть мы получили из резервного фонда в начале года, к 9 мая, и все у нас участники были обеспечены к 9 мая, как и положено. И получили 21,7 миллионов в октябре. То есть это для тех, кто на сегодняшний день стоит в очереди. Всего нам данная сумма позволит обеспечить за этот год 31 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе и в ДО, о чем мы говорили. Если говорить про ветеранов боевых действий, то здесь финансирование у нас составило 15,8 миллионов рублей, что позволит предоставить социальные выплаты 26 гражданам. На сегодняшний день 12 граждан у нас уже приобрели жилье, 7 находятся на регистрации, вот о чем мы с вами говорили, переход права. И остальные занимаются подбором жилья, но до конца года, то есть все обязательно подберут. И если мы говорим про инвалидов, то из семей, имеющих детей инвалидов, про граждан категории инвалиды, семей, имеющих детей инвалидов, то здесь у нас обеспечение составило 8,9 миллионов рублей, что позволит предоставить социальные выплаты 14 гражданам, которые уже подобрали свое жилье и переедут в новую квартиру уже в этом году. Спасибо большое, Виктория Геннадьевна. Мы на этом прощаемся. Вы смотрели прямой эфир на своем ТВ. Не переключайтесь. До встречи. Продолжение следует...